Добрый день, уважаемые зрители программы «Акцент». Сегодня с вами в студии Надежда Ефимова. У нас в гостях первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева. Здравствуйте, Феодосия Васильевна. Здравствуйте. Габышева Феодосия Васильевна родилась в селе Верхневилюзг, Верхневилюзгского района. Окончила Магаданский государственный педагогический институт, аспирантуру научно-исследовательского института национальных школ Министерства народного образования РСФСР. Доктор педагогических наук, профессор. С 2003 по 2010 год занимала пост министра образования Республики Саха-Якутия. С 2010 по 2014 год была заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия. 8 августа в ходе встречи министра образования и науки Якутия Владимира Егорова с журналистами министр затронул три основные актуальные проекты о региональной системе образования. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее о них? На федеральном уровне сейчас определены приоритетные направления развития образования. Это, в первую очередь, создание современной образовательной среды, направление, которое реализуется уже третий год. Это для создания дополнительных мест для ликвидации второй смены. Следующее направление — это современная образовательная среда. Это конкретно можно назвать, что IT-школы, которые сегодня тоже очень актуальны. И это направление в целом в связи с внедрением новых современных технологий именно в образовательный процесс. Следующее направление — это доступное дополнительное образование для детей. До 2020 года мы должны 75% всех учащихся охватить дополнительным образованием. Это расширение вариативности, это повышение доступности именно качественного образования. Следующее направление — это подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. В последние годы по данным направлениям очень много мероприятий, конкретно принятия программ и так далее, включая джуниорскиз, волскиз и так далее. Вот это направление, в принципе, очень хорошо обозначено, и в принципе все это знают. И вузы как центры пространства создания инноваций, это что они должны быть центрами инновационного развития, в частности образования. В этом направлении тоже ведется работа, и включая работу именно с детьми, со школьниками. Вот можно дополнительный вопрос. Вот по первому проекту, который называется «Современная образовательная среда для школьников», вы упомянули, что проект направлен на ликвидацию второй смены в школах. Означает ли это, что появятся новые школьные места в школах, увеличится количество мест, с учетом того, что будут проведены работы по капитальному ремонту аварийных и ветхих образовательных учреждений? Так, я хочу сказать, что эта программа уже третий год работает. Так, наша республика первый год более 500 миллионов денег дополнительно получила. И в прошлом году то, что ввели первую такую школу современную, отвечающую всем этим требованиям, это 18 школа поселка геологов города Якутска. Почему я говорю современная? Потому что не просто там, допустим, архитектурное исполнение конкретно объекта школы, а именно внутри школы что должно быть. Но в этом отношении у нас большой опыт есть, потому что, начиная строительство детских садов, школ, у нас есть опыт, ежегодно вводится не менее 10 школ именно современной архитектурой. Мы ставим перед собой именно до 2025 года, поэтапно. Первый этап до 2020 года, это мы должны именно всех детей начальной школы и старшей школы перевести именно в первую смену, а далее до 2025 года это 5-9 класса. В этом отношении как участвует республика? В первую очередь это мы подаем ежегодно заявку, это вот я уже сказала, первый год, это мы в 2015 году получили более 500 миллионов, в этом году, то есть в 2016 году получили, в этом году мы получаем более 900 миллионов рублей, на 2018 год миллиард 300. Это вот пока наша заявка. Я почему это говорю? Потому что имея опыт именно республика, да, в числе первых субъектов заявилось, что будет участвовать в этой программе, потому что это вначале небольшое количество субъектов было. И второе направление, именно республика Саха-Якутия инициировала именно типовые проекты для включения в федеральный реестр, чтобы школы были не только там крупные, там большие в мегагородах и так далее, да, именно с учетом климатических, территориальных и других особенностей, чтобы были построены школы современные, которые будут удовлетворять все потребности, можно сказать, да. Поэтому мы как бы здесь определяем два направления. Это строительство, это капитальный ремонт, это приобретение других соответствующих объектов для создания новых мест, да, и конкретно это эффективное использование площадей. В этом году мы 4 школы по данной программе должны ввести, на будущий год мы на 5 школ заявку дали. Мы это сочетаем с нашей программой, которая вот по инвестиционной программе включает строительство школ. Следующее, на что я хочу обратить внимание, не просто построить школу, именно современные инфраструктуры. Это оснащение, это оформление, внутренний дизайн и внешняя архитектура объектов. Самое большое количество, конечно, детей во второй смене – это город Якутск. У нас по республике более 17 тысяч детей обучаются во второй смене. Из них 12 тысяч детей – это в городе Якутске. Поэтому по городу Якутске есть тоже отдельная дорожная карта по ликвидации второй смены. Если я вас правильно поняла, к 2020 году вы планируете вторую смену полностью ликвидировать? Нет, это в начальной школе. В начальной школе. Именно занимались по своему направлению, по своему хотенью, по желанию. Дополнительное образование. Ну и дополнительное образование. Это и углубленное изучение предметов и так далее. Значит, новые школы, которые планируются также строить, они должны отвечать данному требованию, грубо говоря, по наличию возможности размещения столького количества детей в первую смену. Вот также вопрос затрагивался о том, что благодаря данному проекту капитальному ремонту аварийных и ветких учреждений будут открыты новые места. Будет их сколько планируется? Это новые места. Это по программе будет создано более 59 тысяч дополнительных мест. А тут за счет строительства 44 тысячи мест, да, более 40. Остальное это, как я уже сказала, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт и так далее. Проект, он будет финансироваться за счет только федерального? За счет федерального, республиканского и муниципального. Вот три уровня финансирования именно будут работать на создание новых мест. Хорошо. Тогда давайте поговорим немного о проекте, доступное дополнительное образование для детей в республике. Как мне известно, уже в скором времени у нас в Якутске должен появиться первый детский технопарк, Кванториум, если я не ошибаюсь. Можете немножко рассказать, что он тебе будет представлять? Если так начать с концептуального, президент страны Владимир Владимирович Путин объявил десятилетие детства. А так дополнительное образование сегодня тоже становится приоритетным направлением в целом развитии системы образования. Мы должны давать нашим детям больше возможностей, чтобы они по выбору занимались, по желанию занимались, по перспективным направлениям занимались и так далее. Сейчас что делается для этого? В первую очередь мы увеличиваем именно охват детей дошкольным образованием. В течение года, допустим, у нас это особенно в летний период и так далее, в принципе, охват достаточно хороший получается, да, а в течение года мы должны полностью обеспечить охват детей дополнительным образованием по разным направлениям. У нас сегодня, допустим, там эстетическое направление хорошо идет, да, но вот это направление, которое не очень-то много денег потребует, по гуманитарным направлениям, а именно техническое направление, это перспективное направление, важное направление, стратегическое направление, которое сегодня достаточно много средств требует. На федеральном уровне сейчас вот принята программа по созданию кванториумов, да, конкретно по техническому направлению. Это у нас в городе Якутске будет, и у нас будет на базе Малой академии наук в Ак-Тёмсах. А перспектива у нас есть очень хороший, ну, амбициозный проект, можно сказать, да. Проект это раньше назывался «Юные якутяне», а сейчас называется это «Дети Арктики». Конкретно мы хотим создать детский техногородок, ну, детский городок, да, именно… На территории города Якутска. Да, на территории города Якутска. Это не значит, что только городские дети будут заниматься. Мы планируем, чтобы приезжали дети со всей республики, так, и в частности, это дети из северных арктических улусов, да. Поэтому, в принципе, это такой вот амбициозный, хороший проект тоже будет работать, и этот проект будет сейчас реализовываться, потому что… 60-го года, простите, я переверну. Это сейчас идет обсуждение проекта полностью, да, вышел указ президента, да, по поддержке одаренных детей, и, в принципе, этот проект тоже, он обозначенный. То, в первую очередь, это конкретно то, что будет расширяться по линии Малой Академии наук, создание филиалов, расширение направлений и так далее, и вот проект «Дети Арктики». Ну, как мы видим, в системе образования планируются большие проекты, довольно актуальные на сегодняшний день, да? Спасибо вам. Международная арктическая школа, это тоже будет такой проект, который именно в рамках вот именно такого международного стандарта, да, будет тоже обеспечить это, и в первую очередь, это тоже дополнительное образование, это во второй половине дня, искусство, там, философия и так далее, вот это такое направление, которое и проектная деятельность, и исследовательская деятельность, это тоже будет в этом проекте. Ну, вот такие хорошие проекты, они сегодня намечены, и эти уже основы заложены, и по этим проектам сейчас ведется активная работа. Спасибо, Феодосия Васильевна, большое, что вы нам рассказали о актуальных проектах системы образования науки нашей республики. Напомню нашим зрителям, что программа «Акцент» у нас сегодня в студии была первой заместитель министра образования науки Якутии Феодосия Васильевна Габышева. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!